Молодцы, молодцы. Я режиссер Порнхаба. Вы точно про Крым смотрели? Мне кажется, она что-то хочет этими движениями сказать. Обстановка реально по кайфу. Приветствуем самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на ю-тубе вокруг Крыма. Роднулькины, сегодня идем снимать судак, снимаем на телефон, потому что камера осталась в автомобиле, автомобиль на ремонте. И вот в таких условиях уже выкручиваемся как можем. Да. И что хотел сказать, сегодня уже я немножко днем вам поснимал, что днем происходит. Сегодня 17 июля 2023 год. Город Судак, температура теплая, как видите, идем раздетые, идем раздетые. И что хотел еще сказать? Ночной судак будем снимать, что открыто, что закрыто. Как вы просили. Сколько людей, да, как вы просили все по вашим заявочкам. И еще по вашим многочисленным просьбам вы спрашиваете, Илоночка, ты такая трудяшка, сутками работаешь, не отдыхаешь. Как ты вообще развлекаешься? Ребят, в видеоролике Илоночка вам покажет. Когда я отдыхаю, что есть такие дни вообще. В принципе. Иногда бывает, несколько раз за лето бывает. Наконец-то свой выходной день. С подругой выбрались на морюшко, на меганоме сейчас находимся. Такой уединенный пляж. Конечно, весной он был более уединенным, так как тут такие вот местечки между камней. Там уже, можно сказать, такой городской меганомный пляж, а мы вот здесь вот уединение сидим. И сегодня будем отдыхать. Погодка прекрасная. 15 июля у нас сегодня субботний день, выходной, еще раз повторюсь. И вот пока пользуемся моментом, пока хорошая погода. Море вроде бы чистенькое у нас сегодня. Сейчас будем отдыхать, загорать, купаться, наслаждаться отдыхом. А для хорошего отдыха мы с тобой взяли бутылочку вкусного напитка. И сейчас будем готовить охлаждающие летние коктейли. Запоминайте, записывайте рецепт. Что хочу сразу отметить. Покупаем мы джин наш местный, местного производства, крымского. Вот в этот раз взяли джин малина. Как раз нам под ягодные коктейльчики. Так, мы все делаем на глаз. Взяли вот такую одноразовую стопочку даже скажем. Стоп. И разливаем по вот таким вот бокалам одноразовым для коктейлей. Повторим. У нас все только-только с морозильника. Мы все охладили. Так, теперь у нас замороженная клубничка. Кладем в каждый стакан по 3 штучки. Почему именно берем не свежую, а замороженную? Ну, как бы дополнительное охлаждение, напитку, лед льдом. Но это тоже дает очень правильный и нужный эффект. Ну, теперь у нас джин тоник. Будем добавлять его сюда. У нас классический вот такой вот рич индиан тоник. Ну и, конечно же, под конец это ледик. Кидаем лед в наш коктейль. Мы с прекрасным видом наслаждаемся нашим коктейлем. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24 на 7. Вайбер, Ватсап, Телеграм. С нами надежно и комфортно. Роднолькино. Пришла беда, откуда не ждали. Кому нравится Роднолькино, кому нравятся друзья, кому нравятся зрители, товарищи. Реально пришла беда, откуда не ждали. Многие из наших подписчиков в Телеграме уже знают эту беду. У нас очень сильно сломался автомобиль. И фотографии я приложу после своего выступления, этого вступления, то есть. Приложу фотографии. Короче, оборвались крепления двигателя. То есть, которые на блоке, ну водители должны знать, шофера, водители, которые держат подушку к блоку, они ушки вот эти вот оборвались. Фотки там мастер мне скинул. Скрытие показало, трындец. Короче, есть несколько вариантов. Либо как-нибудь ее пытаться сделать и подешевле продать. Либо как-то ее, менять ей новый двигатель. Хорошо у нас есть подписчики, которые находятся в Питере, и тоже у них там по вагам есть специалисты. Специалист четко сказал, потому что в Крыму двигателя нет. В Крыму вот мастер поузнавал, где смог, двигателя нет. Человек, который находится в Питере, говорит, это можно искать, выбирать. Но надо тщательно выбирать. Сами знаете, да, проблемы двигателя какие могут быть. Короче, в районе 400 тысяч обходится замена двигателя. Представляете? И как бы контента будет, возможно, маловато. Но хотя постараемся максимально усилиться, увеличиться. И хочу обратиться к тем людям, которые поддержали Илоночку. Скинулись ей на машину, собирали денежки, да. Возможно, эти денежки пойдут на ремонт нашего автомобиля. Это очень грустно, правда. Я очень вот, как вот знаете, вот от сердца отрываю кусок сердца и выкидываю. Не могу обидеть такую Илоночку в этом плане. Ну, возможно, придется. И денег, скорее всего, тех не хватит. И я никогда не обращался, никогда не просил. Вы там называйте нас попрошайниками, там еще что-то, ребят. То все прошения были ради контента, ради чего-то. И если, вот, как бы прошу, как есть, да. Если есть возможность у кого-то помочь, просто здесь уже будут реквизиты моей карты. Будет номер телефона по СПБ, если кто-то там, у кого-то есть желание, возможность помочь. Ребят, просто, как бы, есть возможность, помогите. Нет, даже не надо. Не надо писать там какие-то гадости. Я сам знаю, что это гадко, да, там, в какие-то определенные времена там просить. Но решил все-таки к вам обратиться и попрошайничать. Пусть это будет так называться. Потому что, как бы, это единственный наш автомобиль. К сожалению, такой огромной суммы на ремонт реально нет. Кое-как там что-то сейчас мастер пытается. Возможно, он ее даже и не сделает. И придется ее так вот и продавать. Я прошу, говорю, там, ну, у меня мастер зовут его Реза. Говорю, Реза, постарайся хоть что-нибудь делать. Хоть прикрепи там, я не знаю, там, на изоленту, на проволоку, на что угодно. Но я, как бы, с юмором это все делаю, говорю с сарказмом. Я понимаю, что это фоточки. Я вот сейчас после своего выступления вам покажу, чтобы вы знали, чтобы водители поняли, чтобы многие поняли из вас. И заранее вам, вот здесь вот еще номер карточки появится, номер телефона, если кто-то по СПБ захочет перекинуть, да, система быстрых платежей. И сразу же сейчас будут фотографии, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Спасибо большое за внимание. И заранее всем благодарю, всех благодарю, у кого возможность есть и желание помочь, поддержать Евгешу. Ребят, ну, как бы, Евгешу, меня лично, меня лично. Ни Илону, ни ей на машину, не просто лично меня, потому что уже реально сейчас ситуация безвыходная. Остались без колес полностью. Нивы нет, Пассат нет, Илоне еще машину не купили. Так что спасибо большое, кто поддержит. Пятница, 17 июля 12.51. Обстановочка на Кипарисовой аллее. Зашли в начало, полдень. Кипарисовая аллея более-менее заполнена. Кто-то идет на море, кто-то уже идет с моря. Прям замечательно. Людей достаточно. Пошли, пошли, Секуля. Черчелла наша любименькая. Привет. Здравствуйте, ребята. Так, идем дальше. А дальше людей еще больше. Так, ребят, снимаю не на камеру. Машина, камера осталась в машине, машина на ремонте. Снимаю на телефон. Здравствуйте. Как отдыхается? Отлично. Отлично? Хорошо. Хорошего отдыха вам. Так, вы же помните, да, где находятся все электронные сигареты, жижи, кому что надо, просто обычные сигареты, кто курит, не доходя до аттракционов, где чебуреки, вот реклама чебуреков, и вот здесь вот табак. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, а как отдыхается? Замечательно. Замечательно? Хорошо. Привет, Светлана Петровна. Здравствуйте. Как торговля? Лучше всех. Отлично. Так, кто спрашивал про инжир, уже инжир продается, уже поспел. Наш крымский. Крымский. Сколько стоит? 200. 200 килограмм. Ребят, крымский домашний инжир 200 килограмм. Прямо дома выращиваете? Весой. Понял, хорошей торговли вам. Вот весы, все есть. 200 рублей килограмм. Прямо в начале Кипаристовой аллеи. Смотрите, сколько людей. Ну, я имею в виду на пятаке. В начале Кипаристовой аллеи со стороны моря. Сейчас еще пройдемся по пляжам, посмотрим, что на пляжах происходит. Здравствуйте, здравствуйте. Как отдыхается? Круто. Супер, супер. Еще приедете? Ну, а мы каждый год. Конечно, молодцы. Хорошего отдыха вам. Так, а мы идем, ребят, с вами на центральный пляж спустимся. И посмотрим, какая сегодня обстановка на центральном пляже. А на центральном пляже у нас сегодня людей предостаточно. И опять же, это полдень. Вон, в море вода теплющая. Тепленькая водичка в море? В Крым приеду. Да, теплая вода. Отлично. Бомба? Бомба. Как порное молоко? Как молоко, да. Я понял. Ладно, хорошего отдыха вам. Закопался? Закопался? Водичка тепленькая? Привет, теплая вода? Смотрите, как дела? Отлично. Теплая вода? Нормально. Хорошая? Да, да, да. Вот, да. Отлично, работает на работе. Я, Маш, постороник, привет. Спасибо, хорошо. Это не вы Порше обещали Каен привезти? Я, я. Привет, я Муса. Понял, Муса. Понял. Это Бруги, да? Да. Ну что, там по машину собрали? Нет, еще не собрали. Здравствуйте, здравствуйте. Как отдыхается? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, людей. Прям на пляже достаточно. Все купаются. И вот с такими красивыми видами, шикарными. Да, сегодня день встречи с подписчиками. Все смотрят, все здороваются, все подходят, никто не стесняется. Все прям загорают. Здравствуйте. Как отдыхается? Хорошо. Хорошо? Да. Водичка теплая? Прохладная сегодня. Прохладная сегодня. Все говорят теплая, как порное молоко. Прямо. Да? Хорошего отдыха. Вон, людей уже, смотрите, даже по пляжу уже пройти практически трудно. Прям трудно. Привет. Привет. Как отдыхается? Бомба. Как вода? Отлично. Не страшно отдыхать? Точно? Нет, не страшно. Новости сегодняшние видели? Приехали, смотрели ваши все выпуски. Новости сегодняшние смотрели? Да. Как обратно будете ехать? Правильно. Мы ничего не боимся, правильно? Да. Все, хорошего отдыха. Я вот это, наверное, вашу компанию на заставку поставлю. Все, отлично. Ребят, здесь нас пытаются оскорбить. Говорят, кажется, я вас смотрела. 100% мы вас смотрели. 100%? 100% да. Понял. И вы? Да. Как пивко? Холодненькое или что вы пьете? Подрячу. Что вы пьете? Пиво. Пиво Крым. А что в таких маленьких стаканах? А что это у вас за наколка такая? Это солнышко. Солнышко? Так вы и так на солнышке, еще и солнышко. Откуда приехали? Беларусь. Беларусь? Вы вместе с ними? Да. Нет, нет, нет. Мы сразу не радовались. Тоже вот ребята из Беларуси? Да. Что? В Беларуси. В Беларуси. Сфоткаться или что? Да. Все, роднулькины, покидаю все эти веселые компании. Одну, вторую. И здесь они прям случайно на пляже в Беларуси все встретились. Говорят, 19 человек компании приехали. Все, хорошего вам всем отдыха. И вам всем. Так, идем дальше. Из Вятки. Еще и в Вятки. Привет. Как отдыхается? Отлично. Супер. Супер. Спасибо большое. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Так, пойдем дальше. Да, ребят, очень много людей прям встретились. Прям на одном маленьком пятаке. Прям очень-очень много людей. Он холодненьким пивасиком идет. Вот это кайф. Так, самый популярный банан, который здесь стоит, на котором мы катались, он уже уехал. Реально самый популярный. И уехал, скорее всего, к дельфинам, потому что вон сенеры ходят, тралы тянут с рыбой. И там очень много дельфинов. И они возят туда людей прям к дельфинам. Вот, касса прям на центральном пляже. Если что, обращайтесь. Пошли, Зикулечка, пошли. Так, у нас еще галера. Есть, ребят, уникальное судно, которое возят на экскурсии. Галера. И она находится прям у причала, который разрушенный. Вот здесь, с краешку. Здравствуй, Леш. Здравствуй, здравствуй. Бен, бену, тоннели галере. А? Ходите нормально все? Когда отходите уже? 16.00, 13.30. Ага. И 18.30. Сколько стоит? 1500 взрослых, 1200 детских. Далеко ходите? До Петели Бесплатно, 27 километров по морю. А куда идете? И в поселок Новоследский, и на мых Меганом. А, нифига себе. А сколько, в общем, выходит времени? Два с половиной часа. Два с половиной часа, ребят, экскурсия. Полторы тысячи рублей со взрослого человека с купанием. А ребенок? Ребенок до пяти лет бесплатный. От пяти лет до двенадцати, одна тысяча двести рублей. Тысяча двести от пяти до двенадцати, а до пяти лет бесплатно. И причал еще, из причала еще прыгают. Ребят, куда не зайдешь, везде подписчики. Везде зрители. Как отдыхаются? А мы местные. Как местные? Кто там? Я в шоке. Так я питающий. Да? Ничего, водичка ништяк. Пойдет? Конечно. Опа, она полетел. Выходите. Так, еще сейчас будет один прыгать. Макс, это уже Макс. Оба, она. Есть. Если будет очень скучный и грустный видеоролик. Это наше настроение, извините. Да, сегодня как бы настроение не это слово совсем. Но мы вам очень давно уже обещали этот видеоролик. Хочется, знаете, что отправиться в Египет и скормить себя акулом. Ой, ну это прям слишком. Да, еще плюсы. И вот снимаем еще раз повторюсь. Сегодня на телефон, так как в машине забыли камеру. Евгений забыл. Ну да, и так как камера в ночное время не очень снимает. Будем вам уже на телефон. Женя, как обычно. Так, показываем вам обстановочку. Кипарисовая полная. Никто никуда не бежит. Не убегает. Да, не выезжает. Смотря на то, что сегодня было покушение на Крымский мост. И не просто покушение, а атака. Атака Крымского моста сегодня была, ребят. Да, у нас все в Судаке спокойно. Из-за этого наше государство не продлило зерновую сделку. Именно из-за этого. И, возможно, сегодня будет, я бы назвал бы, знаете, как? Путинская ночь на территории Соларейха. Ну, просто да, сегодня у нас такой, без особого энтузиазма, видеоролик. Потому что еще раз хочется сказать, что настроения нет от слова совсем. Да, здесь уже продают рыбу. Но мы этих продавцов не знаем. Но мы этих продавцов не знаем и рекомендовать не можем. Из-за того, что не знаем, рекомендуем только то, что знаем. Да, то, чем пользовались сами. То, что пробовали сами. Ребят, когда идете по Кипарисовой аллее, не забывайте про этот магазинчик. Здесь для вас, для канала вокруг Крыма, для всех подписчиков, зрителей, большие скидки, подтверди, добрый человек. 100%, 5%. 5%? Слушай, ну, больше давай уже. Ну, смотри по количеству покупок. Конечно. Ребят, 5% это минимум, да. Здесь вы на подарки можете набрать меды, там, всякие чаи, лимоны, лукумы, халва, батоны, крымские сладости. Все, что ваша душа пожелает. И за это получить скидку. Не в других местах так не делают. А у нас, в наших, так именно, только так и делают. Здравствуйте. Как настроение? Боевое. Боевое? Как отдыхается? Прекрасно. Хорошо. Всем привет. Потом у Дарьи, кстати, это не просто Даша. Это законная жена самого Олега Вичтомова. Даша. Да. Видео брачной ночи вы нам скинете или нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ваши подписчики. Честно? Вы надо и расписаться. Чем докажете? А, так все. Всем докажете. Я понял. Приехали туда недавно. Как отдыхается? Вот так. А мы сегодня с вами не виделись? Нет. Первый раз. Понял. Ладненько, хорошего вам отдыха. Спасибо вам. Короче, ребят, и запомните, вот Даша зажала видео первой брачной ночи, чтобы вы это тоже могли увидеть. И вообще-то мама и папа. Ой, извините, пожалуйста. Мы же нахлоп. Я знаю, мы с вами ездили в прошлом году. Хорошего вам отдыха. А что ты не сказала? Она была... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но это шутки, у нас юмор на канале. Хорошего отдыха. Да, слушай, вот это я лоханулся. Ребят, представляете? Я даже не знаю. Везде кушает. Вечером его решили не брать, пусть дома отдыхает. Потому что много людей, и он пугается. Пугается. Так, людей реально много, ребят, смотрите. Как я так мог лохануться? Ну, бывает. Я думаю, Даша не обиделась. А родители? Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ребят, сейчас мы с вами просто пройдемся по Кипаристовой аллее. И, а на обратном пути уже заходим по заведениям. Потому что на данный момент заведения еще пустые. А на обратном пути уже потемнеет. Уже время будет позднее, злачное. И будет уже движуха тусовки. И мы это все с вами покажем. И, кстати, вот за гурманом, уже за гурманом, работает сам Олег. И вот на этих точках у Даши и у Олега для вас на очки, на кепки, на весь их товар. Тоже по промокоду вокруг Крыма. Большие скидочки. Хорошие, приятные скидочки. Сейчас мы подойдем и четко-четко узнаем. Гурман. Уже, кстати, работает. И не только работает уже, а вообще работает. Здравствуйте. Олег Вичтомов. Шутили мы там с твоей женой. А родители стояли и слушали. Очень неприятно. Ты за нас извинись. Но я извинился сам. Мы требовали видео первой брачной ночи для наших подписчиков. Представляете? Олежка, ну расскажи, что у тебя скидки, заверь наших зрителей. Да, для подписчиков вокруг Крыма канала 10% скидка. На всех точках? На всех, да. Так что приносите еще Жене подарки, а мы их съедим. Вот так вот, вот так вот. А я думаю, почему я прихожу в этом году еще ни одного подарка. Одна бутылка вина, которую ты не пьешь. Не передавали. Да? В этом году маловато, да. Маловато, да. Ну ничего страшного, бывает так уже. Ладенько, хорошего вам рабочего вечера, ночи. Побольше клиентов. Так, и еще у нас, ребят, смотрите, сразу от Олега отходим. Вот здесь вот точка с черчелой. Вот там вот возле рынка. И здесь. И здесь для вас тоже делают огромные скидки. И даже здесь наши зрители-подписчики знают, что я люблю черчелу. Оставляют мне черчелу в подарок. Видите? Здесь, во-первых, самая низкая цена. А еще для подписчиков вокруг Крыма здесь скидки идут. Это вообще вдвойне выгода, да? Выгода вдвойне. Слушай, а ладно, молочный коктейль не буду пить сегодня. Я на экономе. Ну да, все. Все. Хотел выпить молочный коктейль, но приходится экономить. На ремонт автомобиля. Так, ребят, надеюсь, камера сильно не трусится. Несу аккуратно. Стабилизатор не работает у нас на этом телефоне. Медведь, здорово! Деток развлекает. Короче, в крымском дворике, который на Киприсовой аллее, всегда какая-то есть шоу-программа для детей. Для детей, да. А ну, пошли посмотрим. Сейчас, ребят, зайдем, посмотрим. Для детей тут шоу-программа. Здесь вечером тоже собирается очень много детей. А потом, когда шоу-программа заканчивается, здесь просто крутые... Ух ты, что здесь происходит! Вот вы спрашиваете, куда пойти с детьми? Как это, куда? Самые крутые тусовки для деток здесь. Самые крутые тусовки для деток здесь. В Крымском дворике. Да? Поняли. Поняли. Короче, вот кто не знает, куда пойти с детками, как их развеять, развлекать, развлечь. В Крымском дворике реально очень крутая тусовка для детей. Тут аниматоров куча. Всякие какие-то приколюхи с детьми происходят. И родителям классно посидеть. И детям. Тут игрушки для детей продают. Давайте к фонтану подойдем. Главная фотозона судака – это фонтан. Пишите, у кого нет фотографии с судакским фонтаном, тот считай, в судаке на отдыхе не был. Я думаю, что каждый уважающий себя турист в судаке должен сфоткаться здесь. Да, слух, кстати, красиво подсвечивается. Так, здесь что-то происходит прям. Ух ты, что это такое? Я не знаю, конечно, что там происходит. Ничего, вон шпиц черный. Здравствуйте. Она ж дома, шпиц. Она ж дома. Здесь вообще не пройти. А вот прикинь, мы сейчас бы со шпицом прошли бы. Ну, только на руках. Слушай, ну и молодежи много очень уже. Обстановочка сегодня. Обстановка реально по кайфу. Так, ребят, от Бригантины в сторону Алчака вышли на эту набережную, где здесь делают крутые татуировки, крутые косички плетут. И по промокоду вокруг Крыма делают скидки, да? Улыбаются. Конечно, говорит. Кстати, ремесленники здесь все какие-то. Да. Так цивильно сделали, кстати, что я хочу сказать. Так смотри, я вообще, когда днем хожу, я здесь такого не вижу. Я когда днем хожу, я этого здесь не вижу вообще. Есть малые стелеси, специальные, которые делают. Да. Часы, магниты. Мастер-класс какой-то для взрослых и детей. Для взрослых и детей? Детей нет, а кукол делают. Кукол делают? Ребята, может быть, вы присматриваетесь в лица, увидите своих знакомых, соседей, друзей, родственников. А может, сами себя увидите. Так, а теперь идем от Бригантины в сторону Крепки. Конечно, вот эти качели все, машинки. Надо идти, надо идти смотреть внимательно, чтобы просто вас не задавили и не сбили. Столовка по-домашнему, в которую мы никогда не ходим. Потому что она дорогущая. Мы любим еду. Доступно и столовая еда, которая на Киперисовой аллее. И очень вкусно. Раньше, конечно, когда здесь вместо столовки был ресторан Парус. Очень крутой ресторан. Вот это с колоннами, с видом на море, на крепость. Вот поворачиваюсь, вам показываю. Видите, впереди крепость, новый свет. Вот светится по серединке экранов. Здравствуйте. Как отдыхается? Откуда приехали? Москва. Слышали сегодняшние новости? Да, слышали. Что думаете? Да, ничего не пугает. Вообще не пугает, правильно? Наших русских людей ничего не напугает. Правильно. Всего хорошего вам отдыха. Всего наилучшего. Здравствуйте. Мы тоже ваши подписчики. Да, а вы откуда приехали? Да, мы из Москвы приехали. Новости сегодня слышали? Ничего страшного. Все. Вообще ничего страшного, да? Нет. Пусть защиканцы от злости лопнут. Мы желали, чтобы мы не ехали, а мы все равно приехали. Молодцы, молодцы. Нам 24-й уезжать, все исправили. Молодцы, да. Даже не переживаем. Как отдыхается в целом? Вот так отдыхается. Море хорошее? Море холодное. В этом году что-то совсем море холодное. Оно потому что чистое, очищается. Чистое. Вчера Александра Михаленко встретили. О, Витя. Мы четвертый год здесь ходим, гуляем, вас смотрим. Вот это вам вообще. Нам повезло. Да, в шоколаде вы просто. Войдет, да. Джекпот сорвали. Спасибо большое. Что ты говоришь? Она с подбитой была. Да без проблем. Конечно, давай. Так, по поводу развлечений еще. Не доходя до Южанки, где кофейня, с правой стороны здесь. Отличный тир, солидный. Здесь можно и пострелять, и дротики покидать. Идеальный тир, сказал. Идеальный тир. Да. А вы любите здесь стрелять? Конечно. Да? Каждый день стреляете? Да, стрелять на вечер. Понял. Ну, если честно, я еще покрасивее не видел в судаке. Самый лучший ваш. Да. Ну, сейчас скоро еще подсветка будет вообще. Подсветка будет. Так вы работаете здесь? Так, ну, по сути, да, здесь самый прикольный тир. Как бы стрельба идет. Можно выиграть призы. Да? Да, да. Что, девушка не выиграла ничего? А, брелочек? Магнитик. А, даже магнитик? Да. Не, чтоб игрушку большую какую-нибудь, он медведь от того. Подошли уже до Южанки, до этих чебуреков известных. Ну, что-то здесь километровой очереди нет. Цены на сегодняшний день вот такие вот. Да, раньше очередь стояла аж там вообще фиг знает где. Сколько мы тогда с тобой в очереди? Дофига как-то стояли, да? Где-то час сорок было, и уже он говорил, мало осталось чебуреков. Мало, а люди не расходились. Да. Стояли, да, в порядке. Он говорит, очередь не занимайте, теста нет, теста нет. Люди стоят. А люди стоят и стоят, а люди стоят и стоят. Ну что, время у нас 22.29, полодиннадцатого. Сейчас зайдем сразу в дослуг и пойдем по Кипристовой аллее домой уже и будем заходить в кафешки, где будет движуха, показывать вам движуху. Так, интересно, что тут чемпионат мира по стриптизу. Елочки нормальные, да? Какие себе. Стриптизерши, стрипухи. Так, возле фонтана какая-то движуха. Девчули здесь пляшут. Это уличная дискотека. Уличная дискотека. Если камера трущится, ребят, это я танцую. Ноль, ноль. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрим ваш канал. Дочка очень счастлива. Прежде чем ехать в Крым, четвертый раз. Сначала все посмотрели, все проверили. Мы из республики Бурятия, город Иланды. О, но вы не жалеете, что вы в Крыму? Нет. Что в Судаке? Нет, вообще не жалеем. Мы здесь уже 21 день. Нифига себе. Давайте пять. Мы приезжаем в крайние разы на 21, 22, 23. Все, у нас 20 июля, выезд. Офигеть. Молодцы, давайте. Опа. Доча, если вас увидит, нам это очень приятно. Спасибо. Спасибо, Валя. А где дочь? Дочь у дома уже поздно. Ааа. Дочь ей 10, но она дома. Понял. Так, ребят, ну, уличная дискотека у нас рвет все тренды. А где чемпионат мира по трептизу? Дочь ей 10, но она у нас рвет все тренды. Дочь ей 10, но она уличная дискотека у нас рвет все тренды. Ага. Короче, а там, где платный вход, никого нет. Вот здесь будет в Дослуке проходить чемпионат мира по трептизу. А людей нет, да? Так, идем на кипаристовую аллею. Вот в Дослуке. Время 22.49. Почти 11 часов. Стоп, стоп. Так, пошлите посмотрим, что в гареме происходит. Есть ли движуха? Потому что все хотят движухи. Ой, пловешники здесь. Ну, кстати, на сцене движуха есть. Небольшая, правда. Сыгрызь. Получше в кипаристовую аллею надо сойти. Да, сейчас зайдем в кипаристовую аллею. Вышли из этого самого гарема. О, что-то многое. Люди сидят за столиками. О, даже на улице танцуют. А вы не придали с ней, дышащие ли их мучи. А пока как живи, тело двое ночи. И темноте сказав я, завтра я улечу. А чтобы понять, как я себя хочу. Так, девчонки подбежали, говорят, нас смотрели. А что смотрели? Делые Рыб-выпуск. Да? Да. Вы что? Я режиссер порнхаба. Вы точно про Крым смотрели? Я понял. Как отдыхается? Откуда приехали? В Роскольский край. Как отдыхается? Отлично. Кому привет хотите передать? Привет своим родителям, которые будут смотреть этот ролик. Ну, это хорошо, что вы еще трезвые, да, сейчас попались? Да. Да. Понял. Мама не узнает, где носила ее дочь, да? Конечно. Здравствуйте. Батички ваши. Очень приятно, как отдыхается. Как отдыхается. А вот моя супруга. Мы вас смотрим. Да. Новости сегодняшние слышали? Да. Страшно? Ну, домой надо. А ну, дайте. Колени трусятся? Нет, колени не трусятся. Значит, не страшно. Ни разу. Я понял. Мы с Пасовской области поэмнируем. Понял. Понял. Хорошего вам отдыха. Всего доброго. Всего доброго. Так, идем, ребят, в Оазис. Так, а сегодня что-то... А где все люди? Где все люди? Доброе время сейчас. А? Вчера, сегодня. Сегодня. Понял. Ну, сейчас подойдут. Мы их давем. Так, идем дальше. А вот люди подходят потихоньку. Просто еще не время, чтобы по клубешникам тусить. Так, это мы были в Оазисе. И сейчас идем в крымский дворик зайдем. Что там у них происходит? Сейчас все это посмотрим. Да ты что ты будешь делать? Все сидят за столиками. Здравствуйте. Здравствуйте. Как отдыхается? Отлично. А что не танцуете? Уже натанцевались. А где мы были? Мы пришли смотреть, кто танцует. В том числе благодаря вашим обзорам здесь. Да? Понял. Хорошего вам отдыха. Всего доброго. Так, уже натанцевались. Видите, мы поздно пришли. Но хотя столики заняты. Сейчас люди, наверное, алкоголя употребят. И будут танцевать. Ох ты, ебаный. Так, какая-то перестановочка. О, кальянная зона здесь появилась, ребят. В Крымском дворике появилась кальянная зона. О, кальяны курят, сидят. А, вот и танцуют. Забраво, уважается. Москва всех приглашает. Поехали. О, люди выходят, выходят. Камеры, 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 стесняются все. Так, огненный дракон. Ну, здесь нетусовочное место. Здесь просто посидеть. Как обычно, розочки, цветочки. С двух сторон везде. Барон Минхаузен, как бы тоже нетусовочное такое заведение. Ребят, ну, наконец-то пришло то время, когда люди могут гулять. Туристы до утра. Как говорится, от зари до зари. Движение идет. Вот только вот люди, вот некоторые вышли. Вот идут ребята, видите. И только вышли гулять. Вот наша любимая столовая еда. Ну, уже не время, 11 ночи как. 11 ночи она уже закрывается, вообще-то. Она еще готова принимать гостей. Да. Они еще не спешат уходить. Так, гурман, подходим к гурману. Ну, в гурмане не любят камеры. Что? Женя, тебе опять подарочки. Опять подарочки? Серьезно? Есть целых пять штук. Пять штук? Нифига. Кто такой щедрый? Вот этого я тебе не скажу, пересменка была, Женька. Естественно, конечно. Пересменка была? И ты не помнишь, кто? Как в Турции. Все включено. Да? Еще один. Еще один, конечно. Офигеть, слушай. Ребят, кто опять сегодня, 17 числа, в понедельник, 5... Это кто-то один оставил? Да, да. Кто опять Чурчелла ставил? Признавайтесь. Спасибо вам огромное. Как ты промокод делаешь, да? 5% скидка абсолютно любому покупателю, кто скажет промокод вокруг Крыма. О! Так, это обеспечиваем. Ребят, ну, здесь всегда делают скидку. Вот это вот, где Чурчелла, где магазин восточных хладостей. Так, кого я вижу? На гурмане какая-то девушка там что-то показывает. Ну, как вам сказать? А ну, давайте в комментариях напишите, нормально выделывается или нет. Да. Или так себе? Как говорится, третий-сторг не брал. А? Я добавил чуть. А мне забрал уже? Да. 5? Ну, давайте, ребят, скажите, в комментариях. Мне кажется, она что-то хочет этими движениями сказать. А ну-ка, кто знает. Так, а это хата рыбака. Все столы забиты, как мы видим. Ну, никто не танцует пока еще. Или уже, как обычно, на танцевале. Так, ну что, у нас остается Денис Крайний. Денис и все, да. Как ты говоришь? Денис и все. И все? Да нет. Крупная жизнь и суда-то. Не, ну там еще можно было бы поискать в районе аквапарка. Там есть. А что там? Заведение. А как этот называется? Я забыл. Заведение. Там тоже тусуются. А-а-а. Базергян. Таким он, аутси есть? Базергян, да. Аладдин там вроде какой-то, да? Аладдина нет уже давно. Нет, чуть дальше если пройти. Вроде бы не было. Так, ну возле Дениса собирается всегда очередь. Раньше возле Эльмаза собирались, теперь возле Дениса. Нет, я уже не знаю. Ну, никто не танцует. Музыка играет, здесь рок живой, но никто не танцует. Ребят, ну все, на этой доброй ноте заканчиваем наш видеоролик. Мы домой спать. Время у нас 23 часа 7 минут. Надеюсь, он вам стал немножечко полезным, немножечко интересным. Надеюсь, вы его оцените по достоинству. Это мы без настроения. А отдыхающие очень даже в настроении. В боевом, в курортном таком. Поэтому ничего у нас здесь, кипиша никакого нет. Нет кипиша. И не будет. И не будет. Все, до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.